Вождение всего лишь 5 минут, другая работа 6 часов 10 минут, отдыха ноль. Специалист по тахографам расшифровывает показания контрольного устройства. Цифры вызывают сомнения. Вывод – водитель автобуса, скорее всего, не переключал нужные режимы труда и отдыха на тахографе, что при дальних перевозках недопустимо. Обмануть прибор нельзя, он фиксирует и скорость движения. Тахографами должны быть оснащены все пригородные и междугородние автобусы. Сотрудники ГИБДД проверяют на автовокзале Самары, в каком состоянии водители и транспорт отправляются в дальние поездки. По правилам, после 4 часов, проведенных за рулем, необходимо сделать остановку. Уже на сегодняшний момент выявлено нарушение режима труда и отдыха водителей. То есть водитель находится за рулем свыше 4 часов, даже больше, свыше уже 6 часов, то есть без отдыха. Что, конечно, негативно сказывается на перевозке пассажиров и может, соответственно, повлиять на обстановку на дороге. То есть основной акцент делается все-таки у нас на это, на техническое состояние автобуса. Такие проверки проходят ежедневно под пристальным вниманием и показания приборов, и техническое состояние транспорта, и документы. Водитель с 37-летним стажем Михаил Урчугин режим соблюдает, правил не нарушает. Делятся проверки проходят и на транспортном предприятии, перед рейсом и по окончанию поездки. Приходишь к врачу, там аппарат, давление, если что-то еще там, какие проблемы, есть трубочка, рапопорт, все это как положено. Сначала к врачу, потом к механику. Пути Михаил проведет около 5 часов с обязательной остановкой для отдыха. Проверяют сотрудники автоинспекции и наличие всех необходимых документов. За две недели выявили более четырех десятков нарушений, связанных с картами маршрута. Составляют протоколы и по итогам проверки транспортная организация может быть оштрафована. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События.